Вечно ярославно, наша вера православна. Старец Таврион много раз меня вызывал духом. Я заметил много раз, что он был прозорливый, читал мои мысли тогда, когда я ещё ни с кем не разговаривал, просто только с собой в духе или с Богом. Старец меня срочно вызывал, я чувствовал, что он вызывает. Когда я приезжал, он, прочитав предварительно мои мысли, давал мне сразу нагоняй, как говорится, то есть ругал меня. Смотри мне! Ничего! Не принимай у них! Подписки никакие! А то, если ты один раз с ними завяжешься, никогда от них не останешься. Батюшка, о ком вы говорите? Так о ком? Ты что, не знаешь, где ты был? В Красном доме. В тот кабинете, где отцепили весь стол. Крысы. Двуногие. Да, я вспоминал. Это как раз в КГБ, где меня завели и сватали меня, чтобы я работал на них. То есть, где был у первополновоченный? Да. Вот там я понял, что старец, не ведая, не зная ничего, и вдруг он меня вызывает. Значит, он просмотрел, где я нахожусь, где отругал меня. И вот тогда он говорил, если ты один раз откажешься, тебе легче будет всю жизнь. Но придет время, когда будут, кроме этого, заставлять всех брать новые документы. Никогда не бери. Проводи в трудностях, в разных. Будь верен с Богом. Бог никогда не оставит, потому что Господь рядом пребывает с той властью, которая, считай, называет себя Божией. Всякая власть от Бога. Это ложь. Власть от Бога – та, которая за Бога. А которая творит дела безбожные, она не от Бога. Поэтому и дается рассуждение. Размышляй. Прежде чем кому что-нибудь дать согласие. Старец говорил, будут большие притеснения, будут гонения. Но будут не те гонения, которые были в 17-го года. Сейчас будут совсем другие. Молитесь Господу, стойте твердо. Надейтесь на Господа. Не бойтесь. Господь с вами. Будут принудительно, добровольно-принудительно. Такий будет же, как бы, лозунг. Добровольно-принудительно. Заставлять вас брать новые документы, работать на них. Никогда. Помните, мысль иногда будет, а я соглашусь, а потом Бог знает. Никогда. Только согласитесь на этот маленький шаг, вы потеряете все. Навсегда. Благодать уйдет. Поэтому никаких компромиссов с небогоустановленными властями не должно быть. В образ этих человеков будет адский змеи работать. Порой они даже не будут знать, на кого они работают. Люди. Да, люди, да. Божие. Власть как бы от Бога. Но дух будет адский. Поэтому никаких компромиссов ни на документы, ни на сотрудничество с ними не должно быть. То есть, батюшка, прям ясно говорил, что никакие от новой власти документы нельзя. Ничего. Ничего. А батюшка не говорил, что будут номерки давать, там, начертания, там, антихриста. Гаврил, напоминал, что заглядывайте чаще в откровение Иоанна Богослова. И увидите, как первоначально будет предлагаться, прямо так сказала, что и будет малому, великому, мы даже до того не заглядываем в это откровение Иоанна Богослова, малому, великому будут предлагать начертания зверя. Начертания. Мы думали, что будет вот так, чирка что-то. Нет. Совсем другое. Номер будет человеческий. Читающий да разумеет. Три шестерки. Не представляете, что это будет? Три шестерки. А потом после них на некоторых... А, сразу сказал, разделят страну. Вот эту мощную державу, сразу проснутся люди, ее нет. А потом ее разделят. По частям. А потом будут в некоторых местах давить резко, пока люди не опомнились давать документы новые. И где будет сопротивление, там будет давление. И где будет сопротивление, там будет давление. Стойте до конца. Знаете, что все, что Богом опущено, человек должен пройти. Ничего не может быть без подвига. Если в первые времена христианства были подвиги мученичества. Вы помните четыре века. А потом были такие века, где от христиан требовалось подвижничество. Либо целомудренное супружество, либо детственность, либо воинствующее монашество в подвигах. Потом были разные времена. И так последнее будет тоже такие сильные, страшные гонения. Не надо. Покороче будет. Но будет жестче и быстрее. Проходите. Болитесь Господу. Стойте твердо. Надейтесь только на Него. Он источник жизни. Не может никто больше и сильнее, и выше Его. Он рядом будет стоять. И я вспоминаю тот рассказ той девицы, которая в 98-м, что ли, году была в Молдавии, которая сказала, Господь рядом. Я буду рядом стоять возле вас, когда будут вам предлагать эти документы. И когда пришлось спросить, Господь, я есть ли рядом, почему не остановишь? Да потому что я вам дал свободную волю. Это только враг может вас насиловать. А у меня нет насилия. Я вам свободно. Открыл вам глаза. Хотите ко мне? Не берите. Ничего земного. Не хотите ко мне? Берите. Все. От меня уходит. Кто возьмет этот номер? Кто возьмет этот документ? От меня уйдет. Благодать сразу от него отходит. Первый документ, когда будут, как для всех, благодать будет незаметна. Незаметно пастор будет терять благодать. Подвижники будут терять. Кто когда-либо возьмет, либо благословит кого-нибудь. А уже когда к концу полностью будет уходить благодать. Так будет с последним документством, говорил старец, читающий да разумеет. Долго было непонятно, старец говорил. Много запоминалось. Прошло ведь уже почти 30 лет, как старец отошел. И только сейчас вспоминается, когда же мы столкнулись непосредственно с нумерацией и именацией. И что он говорил, что вот духовенство будет все принимать, вот это будет молчать. Он сказал, что многие продадут себя. Будут думать, что это не скоро. И, мол, еще время будет покаяться. Но они ложно будут себя обманывать. Ничего, Господь, вчера, сегодня и завтра. Зритесь над каждым. Ничего не берите. И вы не знаете, когда час ваш подойдет. Если возьмете, вы потеряете все. Ничего не берите. Если можете, не только документ, от всего откажитесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.